Одесситы выступили за отстранение Геннадия Труханова от должности городского головы до окончания судебного процесса. От имени громады группа общественников провела мирную акцию у здания Соломинского районного суда Киева. Слава Украине! Слава! 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 Гену на нары! Слава! Одесса без трухи! 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 Труханова в тюрьму! Труханова в тюрьму! Труханова в тюрьму! Несмотря на плотно закрытые окна Соломинского суда, где рассматривается дело Геннадия Труханова, в кабинетах служителей Фемиды голос одесситов был хорошо слышен. Долетел он и до ушей подозреваемого в крупных финансовых махинациях мэра. Сьогодні грабуют бюджет міста, виводят з майнового комплексу громади, тобто з наших з вами гаманців, все, що можливо. Виводят земли, виводят комунальне майно. І ми добре всі дуже розуміємо, як кажуть, що всі в Одессі знають, кожен в Одессі знає, хто це робить. І вже є ціла низка кримінальних проважень щодо цих людей, більшість, до речі, яких зараз знаходиться в цьому суді. Одессі не хочуть ворову во власти. Одессі хочуть, щоб Одеса стала настоящим українським, европейським городом. Город разрушається, город разворовується. І це все заслуга, в кавычках, нынешній власти. По інформации общественників, готовилось нападение на участников мирной акції. Ночью на пути в Київ полиція дважды останавливала автобуси для проверки. Кто-то послал провокационное сообщение о том, що в них будто бы перевозят оружие. Досмотра заняли часа два. Во время одного із них полицейские остановили и ехавшие за автобусами машины с неизвестными молодими людьми. У них в багажниках нашли спортивну форму. Некоторых общественники узнали. Парни явно направлялись в Київ с определенной целью, но сорвать акцію в конце концов не решились. Охрана суда, національная гвардія і полиція пропустила на засідання лишь несколько общественників і журналистів. После того, как в ході процеса подозрительно неожиданно сломалась система звукозаписи і засідання перенесли, Геннадий Труханов выступив перед журналистами. Смысл його речі сводился к оправданню себе і своєї команди. Здесь він ввел себя смело і даже самоуверенно. Саме інтересне произошло под занавес. Подозреваємому гражданину Труханову пришлось поволноваться, а возможно і перепугаться. Його машину за неправильну парковку забрал полицейський евакуатор. Машини соратников стояли далеко і пришлось би йти мимо общественників. На такий шаг наш отважний мэр не решился і прикрывшись охраной, двинулся в другом направлении. Але трогати Труханова ніхто не собирався. Труханову с товарищами позволили побежать на поиски любой левой машины. Як розказали общественники, первый водитель узнал одесского мэра і відказався його везти. Скільки пообіщали второму, остається тайною, але, видимо, заработал он хорошо. В общем, несолидно как-то получилось для городського голови. Зато опыт этот може пригодитися Геннадію Труханову, коли придеться біжати з Одеси. Можно сказати, що в Києві була репетиція побега. Александр Виноградов, Андрей Теречник, телекомпания КРУХ.